коллеги приветствую вас сегодня на очень интересной теме мы посмотрим на экспертность через призму профориентации вашего профессионального развития меня зовут раченко варвара я методолог профориентолог и немножечко такой вот начало заставки да я думаю что много среди вас тех кто пришел что-то узнать для себя да чтобы возможно поставить какие-то новые профессиональные цели выйти на дополнительный доход да найти какие-то новые грани себя как профессионала эта тема вам будет интересно возможно вы хотите дополнить обогатить те занятия которые видео вы ведете да и тоже вам эта тема будет интересно ну и может быть кто-то из вас хочет разобраться со своими внутренними смыслами как вы видите себя как эксперта да с такой внутренней мотивации мы тоже сегодня это затронем и более того кто пробудет с нами до конца вебинара ориентировочно это где-то час десять мы с вами еще обсудим топ-10 тем которые действительно нужны сейчас для вашего профессионального развития как эксперта да для построения своей возможно профориентационной карьеры вот мы обязательно об этом поговорим ну и вообще информация на этом вебинаре будет вам полезно и для себя и как возможный инструмент для работы со своей аудиторией да у нас будет с вами точки интерактива и естественно у вас будут возникать вопросы вы их можете писать в чат но отвечу я в конце да чтобы у нас был с вами такой единый посыл или можете фиксировать пока себе а в конце прям списочком их зададите и так мы с вами начинаем задачи сегодняшнего вебинара прежде всего разобраться в понятии эксперта до понятия очень современная и наверное многие из вас кто хотят быть экспертами кстати да я надеюсь что именно такие к нам пришли поставьте пожалуйста огонечки если эта тема вас так вот интересует вы сами хотите развиваться как эксперты да и сегодня еще одна из задач это понять а как что мы можем взять из современной профориентации для своего профессионального становления это крайне важно спасибо вижу ваш интерес немного о себе я методолог профориентолог работаю провожу как консультации с экспертами у меня больше 50 реализованных проектов и больше ста экспертов за последние пять лет с которыми я тем или иным образом сотрудничала и очень хорошо понимаю и как профориентолог эту тему да и конечно будет интересно с вами здесь и и пообсуждать с точки зрения профориентации я являюсь веду занятия в профессиональном сообществе профориентологов готовлю методики описываю сертифицирую в том числе по профессиям таким как профориентолог супервизор в моем опыте была разработка методик стоимостью от 300 тысяч и общей стоимостью почти до 10 миллионов мы издали несколько книг в соавторстве с экспертами и вот не так давно я тоже была организатором форсайт сессии в москве в сколково куда собрались лидеры рынка онлайн образование и мы тоже смотрели на будущее вот тема мне кажется экспертности через призму профориентации это тоже тема будущего именно поэтому так актуально ее с вами рассмотреть но с точки зрения исследования этой темы да я такие исследования проводила и у меня есть и сообщества педагогов профориентологов сообщества экспертов да из бизнеса поэтому у меня опыт такой разносторонний как говорится есть чем поделиться поэтому здорово будет если вы какие-то для себя полезные мысли сегодня несете и темы и инструменты для своего профессионального развития ну что давайте стартуем мы сегодня рассмотрим следующие темы вообще первый вопрос а кто хочет быть экспертом кого вообще эта тема так затрагивает мы сегодня об этом поговорим какой смысл мы вкладываем в понятие эксперта да как современная профориентация может в этом нам помочь развиваться с точки зрения нашей экспертности мы по исследуем с точки зрения инструмента конкретные ваши мотивы в профессиональном развитии да и посмотрим что уже вы можете делать сейчас на каких уровнях скажем так развиваться для того чтобы точно конкретно выходить на новый уровень экспертности и также мы сегодня разберем несколько ключевых тем и плюс если вы в дальнейшем захотите глубже изучать тему у нас бы такая анкета вы запишитесь вы получите еще полезные материалы литературу прям конкретные книги не просто список литература конкретной книги что почитать я вам пришлю и еще топ 5 тем которые выводят могут вывести вас на новый уровень экспертности ну что итак кто же такой эксперт да в современном виде давайте посмотрим кого цепляет это понятие прежде всего среди нас есть различного рода специалисты и не только среди нас а вообще в обществе да кто ищет себя кто хочет развиваться в своей профессиональной сфере это могут быть сферы образовательная педагогическая да это может быть там инфобизнес это могут быть вообще сферы не связаны с образованием но любом случае люди ищут себя и эта категория людей а в принципе это все мы в понятие экспертности вкладывает что вообще прежде всего это желание самореализовываться да найти себя делать дело по душе и так далее они ищут себя ходят к профориентологам да изучают какую-то информацию специалисты хотят действительно приносить вклад в общество видеть результаты своего труда возможно быть признанными это тоже у многих сейчас цепляет окружать себя интересным коллективом привлекать сообщества вокруг себя до формировать профессиональное сообщество и так далее вторая категория людей я их так отдельно выделила я думаю что среди нас они есть и пожалуйста поставьте огонечки если вы к ним относитесь это педагоги специалисты из сферы управления персоналом да профориентологи может карьерный консультант то есть те кто развивается уже сейчас педагогическо образовательной сфере возможно ищет пути дополнить реализации своих дополнительных профессиональных ролей может повышение дохода выхода на новую клиентскую аудиторию да и как вот эта категория людей понимает возможно экспертность да мы сегодня как раз с вами это будем обсуждать наверное вы хотите помогать другим до через свою деятельность давать классные результаты иметь какие-то интересные продукты для себя иметь всю важную для работы информацию чтобы допустим как с точки зрения профориентации выдавать своей аудитории чтобы люди не абстрактно искали какую-то информацию в интернете а вы были для них тем экспертом который дает классные знания и эти знания опыт люди могут сразу применить и достигнуть результата в своей работе ну и если например вы хотите выйти в частную практику или может быть кто-то из вас практикует частно да как раз быть экспертом это про то что иметь свою клиентскую аудиторию зарабатывать хорошо да и развивать свои продукты коллеги кто кому это откликается пожалуйста дайте обратную связь виде огонечка или в чате может быть плюсики поставить да для кого это актуально ну и конечно же мы взаимодействуем с такой аудитории как родители с подростками может быть вы сами являетесь родителями да и современные подростки сейчас видят себя как эксперта через призму своих ценностей это как быть крутым как жить в удовольствии как зарабатывать много денег да вы как родители беспокоимся о том чтобы наши чада имела достойную профессию и доход да мне кажется это тоже такой важный момент ну и что и что же такое кто же такой эксперт да вот какие у вас ассоциации возникают когда мы говорим об эксперте пожалуйста ваши идеи в чат вот кто такой эксперт какие ассоциации какие мысли на эту тему у вас возникают буду рада если вы поделитесь своим видением в чате профессионал да отлично вот валентина спасибо как раз вы точно определили что эксперт это человек который хорошо знать свою профессиональную сферу да имеет такую глубокую экспертизу в ней еще идеи кто такой эксперт вот откуда вы это вообще понятие слышали давайте немножко вспомним человек владеющий знаниями да отлично она это как раз про то что у эксперта хорошо развита доказательная база до что он умеет аргументировать свою позицию выступая на аудиторию он умеет качественно подать материал до через конкретные факты и ссылки на исследования на литературу да может быть на науку и так далее так хорошо обратите внимание что эксперт в современном виде это еще тот человек который хорошо знает свою аудиторию с которой работает это тоже крайне важно знать ее потребности знать ее желание знать ее более да я сейчас немножко может быть языком говорю бизнеса но мы видим что и в образовательной сфере уже развиваются как бы новые тенденции связанные с как бы с дополнительными финансами да с тем чтобы различные роли компетенции свои развивать поэтому знание то как монетизировать свои навыки это тоже правую профориентацию до лицо обладающие специальными знаниями аналитик да действительно эксперт он умеет собирать информацию умеет отслеживать или на тенденции да и так далее хорошо спасибо большое и 3 доп дополнительных характеристики которые я бы привнесла в современного эксперта это человек который хорошо зарабатывать вот как бы мы эту тему необходимы но не обходили но желание хорошо зарабатывается но есть у нас всех да вот мало до велика второй важный момент эксперт это человек который имеет личный бренд да его узнают ему верят он узнаваем в своем профессиональном сообществе и также эксперт это человек который хочет делиться своим опытом он может даже выступать в роли преподавателя педагога наставника коуча там психолога и так далее так далее то есть он хочет делиться экспертизы через разные форматы через сообщества курсы да там мастер-классы может быть для родителей и так далее хорошо давайте теперь посмотрим действительно определение ну мы все-таки люди исследовательские да и для нас важно фундаментальная база откуда произошло слово эксперт я чуть позже скажу сейчас немножко про общее определение что эксперт это обычно классически зовут так человека которого приглашают для того чтобы выдать какую-то экспертизу чтоб он оценил то или иное явление да что он компетентен спасибо большое компетентен своей теме и его приглашают для того чтобы получить от него обратную связь это крайне важно и кстати говоря сейчас так развит интернет да все ушли в блогерство в социальные сети что это способствует тому чтобы делиться своим мнением и вы наверно замечали что как будто бы понятие эксперта это про человека которого там сидит в интернете постоянно о чем-то говорит имеет свое мнение на все темы да и не всегда на самом деле там правильное мнение но опустим этот вопрос поэтому ощущение что все общество сейчас решила прям высказываться на все вопросы так давайте обсудим вот например преподаватель там не знаю монтажер строитель вот раньше да просто называли как профессию но никто не говорил что они эксперты а сейчас ощущение что вот все прям хотят быть супер экспертами и это про что если посмотреть на этимологию слова то эксперт узнать латинского это человек который знал по опыту знающий по опыту по практике то есть это эксперт это человек который вырос из практики он ходил туда куда никто не ходил узнать все уголки своей профессиональной области да он знает все какие-то грабли на которые можно наступить то есть он действительно разбирается это проверенный опытный человек да который изведовал все на своем опыте перед из от слова ходивший то есть он ходил реально где-то да знать всю свою профессиональную сферу видел много много знает и много может рассказать именно поэтому я бы добавила еще такие характеристики для эксперта это человек практик да как я уже сказала он умеет давать оценку то есть он знает объективно как не субъективно здесь крайне важно объективно что происходит с тем или иным явлением и может это обосновать но при этом он имеет и свою субъективное мнение свою точку зрения до современном мире если вы заметили мы много объединяем людей вокруг себя как личности поэтому мы здесь не можем убрать личность эксперта отъединить ее от его профессионализма да в любом случае люди приходят на вебинары на подписываются в соцсетях на эксперта почему потому что им важно не только профессиональное видение но и его личная позиция да люди объединяются вокруг ценностей поэтому мнение такого человека достаточно ценится окей хорошо вот мы посмотрели на несколько характеристик эксперта мы к ним еще сегодня вернемся а как же эксперт развивается вот сейчас немножко еще тоже теории у эксперта есть два сценария развития это сценарий ввысь да и сценарий вглубь ввысь это про что это чаще всего люди которые хотят развивать свой бизнес до развиваться в деле не просто сами ручками что-то делать а создавать может быть команда создавать выходить на масштабы до видеть свои результаты труда в более глобальном аспекте охватывать большее количество аудитории среди них есть также люди которые хотят делать деньги это нормально дает такой вот современная позиция хотят влиять завоевывать кусок своего рынка до масштабировать свое дело и есть те кто захотят развиваться вглубь то есть это люди которые хотят идти в глубину экспертизы в своей профессиональной области до делать всего самостоятельно ну по максимуму они вырастают до профессионала не знают всю свою профессиональную область они хотят передавать свои знания но в отличие например от первой категории они не стремятся создавать какой-то там супер бизнес да они могут развиваться и в своей области просто осваивать дополнительные компетенции выходить в роли наставников педагогов и так далее и это не обязательно про хочу много зарабатывать да это больше про экспертизу вглубь и так давайте дополним еще понятие эксперта несколькими смыслами кроме того что мы с вами обсудили современный эксперт это человек у которого есть свой продукт чаще всего или свои услуги то есть он активно работает с целевой аудитории зарабатывает такую положительную репутацию и мы сейчас говорим даже без применительно конкретной сфере это могут быть и педагоги профориентологии в государственных структурах и в частных организациях и даже те из вас кто планирует или уже развивается как частный специалист то есть наличие классного продукта который нужен рынку на которого есть спрос который несет правильные смыслы интересные результаты людям это нравится это как раз про эксперта ну и конечно же имеет признание да имеет какое-то сообщество его принимают в этом сообществе это тоже про эксперта и так я сейчас хочу чтобы вы немножко оценили да какие характеристики экспертности есть у вас я сейчас запущу небольшой опрос попрошу вас его пройти и ответить на несколько вопросов а я сегодня как эксперт я кто до начинаю голосование пожалуйста буквально пару минуток ответьте на вопрос да какие характеристики супер эксперт у меня сейчас уже есть возможно у меня есть экспертиза возможно у меня хорошая практика возможно я хорошо знаю аудиторию рынок да уже хорошо зарабатываю имею личный бренд положительную репутацию признание профессиональным сообществом у меня есть конкретные достижения которыми я горжусь да имею свой продукт услугу коллеги голосуем дайте обратную связь потому что действительно для того чтобы понимать куда я хочу прийти нужно немножечко оценить а кто я сейчас да насколько у меня глубоко это экспертиза опять же мы сейчас не оцениваем ваш профессионализм вашей теме нет ни в коем разе мы туда не ходим вы каждый эксперт скажем так своей профессиональной области но мы смотрим на некоторые объективные такие со стороны характеристики кто я что у меня есть сейчас какой фундамент для того чтобы сделать прорыв потому что каждый из вас пришел с какой-то своей целью сейчас да и эти цели у каждого свои дополнительные компетенции развивать выйти на новую аудиторию выйти на новый доход создать какой-то классный продукт и так далее у каждого свои цели поэтому действительно важно посмотреть а что у меня уже сейчас есть и потому что это ваш актив это то что вы реально можете использовать сейчас владеете этим но при этом вы можете так немножко посмотреть какие-то сферы у меня проседают да и это тоже пожалуйста голосуйте и для тех кто проголосовал напишите пожалуйста в чат заметили ли вы какие моменты у вас вот являются ну скажем так слабыми зонами да проседающими поделитесь пожалуйста кто у себя нашел эти зоны так потихоньку заканчиваем голосование так еще немножечко делитесь в чате что увидели у себя какие зоны вы бы хотели развивать да как эксперт какие зоны не хватает вам для развития своей экспертности пожалуйста делитесь так жду последних голосов в нашем опросе давайте еще буквально 10-15 секунд так ага спасибо завершаю так 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 давайте посмотрим что у нас на данный момент есть да есть те кто имеет хорошую положительную репутацию это здорово имеет свои достижения вот смотрите как интересно 11 пункт да многие имеют свое видение значит это точно про экспертность так хорошо имеют опыт выбранной сфере благодарю замечательно так хорошо и мы с вами идем дальше так так сейчас закрываю и включая еще раз презентацию так давайте посмотрю что у вас в виде ответов да есть над чем работать но действительно это заставляет нас задуматься монетизация опыт да кстати говоря вот современные эксперты почему приходят например к профориентологам и допустим я вижу как методолог профориентолог в консультациях что очень хочется монетизировать свои компетенции вот много знаю много всего умею что с этим делать дальше не знаю нет личного бренда не нет не хватает признание профессиональным сообществом не хватает уверенности практике спасибо большое что поделились действительно это такие моменты сейчас пока первично на подумать да мы не делаем сейчас каких-то быстрых выводов но мы немножко взглянули на себя давайте посмотрим хорошо к вопросу о профориентации вы скажете каким здесь вообще боком профориентации дело в том что я вижу современную профориентацию как инструмент как опора и как инструмент для того чтобы вы пришли к своей экспертности такая методологическая опора вспомните пожалуйста да в советское время у нас был такой госзаказ куда человека направили и он практически не имел возможности голоса сейчас время поменялось все хотят развиваться из внутренних потребностей своих желаний чтобы из внутреннего состояния может быть даже комфорта а кто-то наоборот ищет большего риска развития бизнеса и так далее да и возникает вопрос а что поможет нам стать экспертами в своей области и я предлагаю рассмотреть вот тему профориентации кстати коллеги кто вообще с темы знаком поставьте пожалуйста огоньки кто уже в этой теме может быть работает в этой теме может быть вы как педагог планируете работать с этой темой потому что кстати вот сейчас на государственном уровне да очень активно внедряются различные программы профориентации и есть потребность у современных педагогов до профориентологов развиваться иметь материалы полезные иметь скажем так четкие алгоритмы как как информацию выдавать родителям как правильно здесь работать с подростками и так далее ну и соответственно если вы в частной практике я знаю что коллеги так то у нас присутствует и не только в школе работает но и проводит консультации дополнительная да для по программам профориентационным конечно же важно иметь какую-то базу и вот кстати сегодня кто запишется в анкете вы узнаете вот эти все ключевые темы и ключевые такие этапы что важно прям вот конкретно знать профориентологу на первичном этапе да ну и плюс так как мы запускаем различные обучающие продукты то кто из вас захочет в дальнейшем чуть поглубже изучить эту тему прям конкретно будем каждую тему разбирать и это будет очень полезно вы можете реально конкретный материал выдавать своим клиентам и конкретный материал выдавать на занятиях это здорово хорошо получается что мы на самом деле все время сейчас связаны с темой профориентации да потому что профориентация по сути это помощь помощь не только в выборе профессии но и в целом в профессиональном становлении и как же здесь экспертность а непосредственно потому что эксперт это для большинства из нас это человек которому мы стремимся да это такой идеальный образ которому бы хотелось стремиться и и профориентация здесь нам может помочь раньше профориентацию рассматривали только как помощь в подрастающему поколению да при выборе там вуза например образовательной программы сейчас профориентации в принципе нужна для всех потому что мы все находимся в процессе нашего экспертного становления и вот даже постановление министерства труда да мы видим что профориентация это инструмент для оказания помощи в раскрытии своих там талантов выборе профессии с точки зрения внутренних потребностей именно поэтому сегодня мы с вами в дальнейшем рассмотрим такую тему как мои профессиональные мотиваторы как я вижу профессиональные свои мотивы для построения экспертности поэтому друзья дальше будет интересно и конечно же про что современная профориентация да через призму экспертности конечно же это про ваш потенциал то есть вас внутри скрытые те ресурсы те сильные стороны на которые хотелось бы опираться при построении своего экспертного пути конечно же это про то как вы видите свою модель развития себя как профессионал да это про то как вы знаете рынок труда про то как может быть если вы работаете в профориентации ваши клиенты приходят приходят родители он вообще не понимает как помочь своему подростку в профессиональном выборе или приходит к вам просто человек да из другой сферы он хочет найти себя там сменить профессию и вам нужно понимать что какие тенденции современные есть на рынке труда чтобы правильно сориентировать ну и конечно же это вопросы связаны с тем как сделать выбор если такие алгоритмы они есть как если конкретные формулы профориентации как сделать свой профессиональный выбор неважно хотите ли вы сменить профессию или хотите вы просто развиваться в профессии ищите может быть куда инвестировать свое время ресурсы с точки зрения обучения дополнительно то есть это все все темы туда же и сейчас я вас попрошу пройти второй опрос это про то какие из этих тем да из этих нескольких тем для вас действительно актуальны на данный момент что вам не хватает и в личном профессиональном развитии что не хватает с точки зрения может быть какие темы да не хочется глубже поисследовать потому что вы видите запрос у вашей аудитории вы видите что вам может быть каких-то материалов не хватает по этой теме не хватает конкретных инстру инструментов может быть инструкции памяток и так далее вот поэтому попрошу сейчас попрошу сейчас пройти голосование если хотите можете кому неудобно да можете например в чат отвечать то есть какие темы здесь вам интересны развитие своего потенциала понимания внутренних ресурсов резервов до сильных сторон своих профессиональных ролей это про тоже или вам вы чувствуете что вам важно простроить свою модель профессиональной деятельности или помочь своим клиентам простроить такую модель да потому что вы видите что приходят люди с такими запросами может быть для вас актуально понимать тенденции современного рынка труда понимать спрос на профессии знать как правильно анализировать профессии да и вообще понимать вот эти профессиональные мотивы то есть все все на эту тему может быть для вас более важно понимать алгоритм как сделать свой профессиональный выбор как подсказать себе не знаю в кризисные моменты да наш начал на что опереться внутри себя на что опереться в своем профессиональном опыте то есть вот четыре таких смысловых линий но они охватывают достаточно много тем и здесь эти темы я не могу все прямо раскрыть иначе бы нам там целый час нужно было но ближе к концу я прям про каждую расскажу чуть подробнее да чтобы вы могли лучше представлять что конкретно нужно знать про эти темы спасибо выявление своего потенциала замечательно а коллеги кто отметил выявление потенциала для чего вот ответьте еще на вопрос для чего мне это сейчас нужно пожалуйста поделитесь в чате потому что я не хочу сейчас говорить абстрактно многие психологи сейчас занимаются там на личной терапии до выявлением потенциала у нас с вами немножко про другое и у нас про то как через призму экспертности мне это может помочь для успешной научной деятельности спасибо да поделитесь пожалуйста для смены профессиональной деятельности а вот как раз профориентационный смысл спасибо успешная научная деятельность елена а успешно это про что для вас вот попробуйте сейчас поразмыслить если хотите поделитесь в чат потому что следующая тема мы как раз будем рассматривать связанное с этим поэтому здорово если вы поделитесь хорошо спасибо большое что проголосовали мы видим с что выявление потенциала у нас лидирует сейчас поделюсь с вами результатами лидирует выявление потенциала это здорово потому что действительно важно понимать конкретно как я развиваюсь да и какие у ресурсы какие сильные стороны да у меня тоже вот пока не подгрузился опрос сейчас подгрузится а и пока подгружается вот как раз более глубже вот эти темы мы будем рассматривать в дальнейшем то есть для кого интересно поизучать глубь буду рада если вы заполните коротку анкету как раз поделитесь какие темы для вас актуальны пока у меня открывается и вижу что развитие себя как эксперта через модель деятельности тоже для вас важно это здорово потому что важно понимать как конкретно я развиваюсь какие условия влияют да какая что у меня хорошо получается в моей деятельности до что я могу монетизировать дополнительно какие таланты здесь я могу реализовать это тоже как раз про про нашу экспертность так спасибо коллеги что проголосовали и мы идем с вами дальше да как я уже сказала вы можете заполнить анкету это предзапись на дополнительное глубинное изучение темы кому интересно поэтому буду рада вы получите дополнительные материалы и в дальнейшем да когда мы будем стартовать различные форматы обучения форматы дискуссий будет здорово если вы тоже к ним подключитесь хорошо и так как я уже сказала что я рассматриваю современную профориентацию как инструмент развития себя как эксперта и тему которую мы дальше рассмотрим это крайне важная тема в эту тему можете прям вот взять как инструмент и запустить себя в работу то есть не только сейчас себя так продиагностировать ну прям конкретно братья вложить эту тему в консультации которые вы ведете может быть в занятия которые вы проводите да со взрослыми там с детьми немножко скорректировав поэтому это то что является базой в развитии вашей экспертности давайте подумаем о таких глубинных смыслах ну например вам наподумать вот когда-нибудь вы задумывались чем работа отличается от труда вопрос да как будто бы работа звучит что-то обязывающее а труд как нечто полезное для общества и вот тут интересно порассуждать человек может работать но не ощущать что он дает значимый вклад как будто он работает за деньги а трудиться нас как будто бы никто не заставляет мы сами очень сильно мотивированы да и мы видим свою полезность мы видим результаты труда вот закиньте эту тему у себя на занятиях не знаю с подростками если вы проводите профориентационная программа это же интересно как человек здесь мыслит или например такой вопрос сейчас многие говорят про желание самореализоваться про поиск призвания это про работу или про порыв души если пообщаться с экспертами из разных сфер например я веду консультации с экспертами из инфобизнеса из образовательной среды то вы увидите что большие деньги например зарабатывают на крутых продуктов и не зря мы говорили с вами что эксперта классно было бы иметь свой какой-то продукт или линейку продуктов до в которых он передает свои знания делится своей экспертностью и при этом вот масштабные личности которые выходят и хорошо зарабатывают на своих продуктов они как раз и влияют на рынок сейчас они задают эти тренды поэтому то каким вы будете супер экспертом это напрямую будет влиять на создание самого рынка и образовательного и информационно-консультационного рынка в целом да давайте посмотрим на себя что движет нами что лежит в основе нашего развития как эксперт и так мы уже с вами говорили сегодня про такие ценности эксперта как быть полезным да иметь влияние быть признанным быть экспертом вот посмотрите пожалуйста сейчас еще дополнительные мотиваторы которые могут быть вас может быть это не полный список вы можете еще дополнить но кому какие откликаются давайте вот посмотрим вот по честному да у кого какие сейчас есть мотивы для того чтобы стать супер экспертом пожалуйста делитесь в чат что вы для себя видите что прям цепляет о чем вы постоянно думаете да как елена написала если здесь те мотивы которые прям напрямую влияют сейчас на ваш профессиональный выбор на развитие вас как эксперта в своей теме а может быть вы вообще хотите вы видите что допустим своей области не можете сделать вклад а вклад для вас важен в общество и тогда здесь вопрос профориентационные а что я могу сделать такого чтобы действительно не обязательно в своей профессиональной сфере может быть в дополнительных сферах может быть монетизировать какие-то свои навыки умения да и какой-то новый вклад внести я приведу пример я вот как методолог методист очень много вижу различных материалов внутри онлайн школ тех или иных образовательных продуктов и допустим для меня один из вклад я хочу нести красоту баланс гармонию и у меня это моя ценность эта потребность реализуется через призму конкретной задачи помочь сделать красивые презентации я очень люблю со структурировать презентациях для экспертов до для обучающих продуктов и если есть возможность еще и сделать дизайн то есть вот конкретная вроде бы ценность для меня красота баланс и она вот так реализуется в профессиональной сфере так масштаб елена спасибо так поделитесь пожалуйста у кого еще какие мотиваторы вас сейчас дровят развивают вас может быть вы хотите развиваться в карьере может быть хотите дополнительный доход да поделитесь пожалуйста так вот обратите внимание что тема мотивов это одна из ключевых тем в профориентации ее можно вообще брать и конкретно прям как инструмент внедрять свою работу и в работе со своими там клиентами с аудиторией и в том числе в познании себя быть полезным спасибо полезность признание окружение доход полезность вот видите какие ценности прям цепляются это именно то что влияет на вас сейчас с точки зрения мотивов здесь можно еще ответить себе на вопрос а какие из них конкретно сейчас влияют на мои первые шаги то есть например если я хочу классное окружение что я как эксперт могу сделать конкретно найти сообщество найти профессиональное сообщество зайти в них и там проявиться да или например я хочу давать полезность ok может быть сейчас в работе не до конца я вижу что я полезно мне не хватает этого и например вы изучая профориентацию как тему да видите что вот это то что я хотела бы додать своей целевой аудитории или с этой темы я хотела бы на дополнительный доход выйти может быть курс создать может быть какие-то материалы на эту тему дополнительные разработать то есть вы начинаете мыслить через призму инструмента то что меня драйвит как я конкретно сейчас своих шагах могу это реализовать спасибо большое за обратную связь мы идем с вами дальше и обращу ваше внимание что возникает вопрос да вот ваше представление об эксперте но сформировано больше вот этим внутренним содержанием изнутри она идет или больше она опирается на какие-то внешние ориентиры но здесь могу привести пример да вот современные подростки с которыми не просто сейчас вести профориентацию часто и ориентируются на внешние атрибуты как блогер сказал да вот как там певец какой-нибудь песни поет вот какое понятие успеха я даже когда разрабатывала отдельный урок про то как мы видим понятие успеха чем вот эта работа труда отличается это крайне важно что сейчас важно доносить просвещать как раз население просвещаете взрослых и подростков на тему чтобы формировалась больше все-таки внутреннего представления о том каким экспертом я хочу быть а а что же конкретно делать давайте посмотрим с каких уровней мы можем посмотреть на себя и на свою деятельность и взять конкретная тема конкретно направление прежде всего это уровень личности то есть профориентация здесь помогает нам как экспертам лучше разобраться в своих сильных сторонах понимать свои мотиваторы понимать свои роли которые вы выполняете конкретно сейчас в работе может быть это роль спикера педагога роль наставника и роли которые вы хотели выполнять видя свою и себя в идеальной деятельности понимать свои потребности второй уровень это уровень профессионала то есть это про что это для того чтобы развиваться как эксперт нужно очень хорошо скажем так оцифровать свою профессиональную тему свой опыт упаковать его как говорят сейчас на современном языке в кейсы да уметь формулировать результаты своего труда результаты которые вы скажем так продаете на рынок не важно работаете ли вы внутри организации или вовне но вы в любом случае продаете себя продаете идеи те или иные да и вам важно иметь опору как это делать и что конкретно является вашим подходом методикой вашим продуктом также уровень профессионализма это про то из чего состоит моя деятельность моя идеальная деятельность к чему я хочу прийти в идеальной деятельности есть несколько элементов мы их прям отдельно рассматриваем на уроках по современную профориентацию развития эксперта вот кто хочет изучить может как раз вот в анкете записаться и также это про что это про то что мы должны помочь и себе и нашей аудитории оценить текущий уровень удовлетворенности различными факторами нашей деятельности а кстати таких факторов больше 12 и вы можете отдельно прям конкретные факторы изучить и давать вот конкретной техники да на своих занятиях чтобы люди могли люди и подростки и школьники могли себя вот оценить а вот чем я удовлетворен и какие факторы например у меня проседают третий уровень это уровень рынка это про что это про то что я как эксперт должен хорошо знать рыночный спрос должен знать своих конкурентов должен понимать своих коллег до взять все лучшее что есть сейчас на рынке и это тоже про анализ происследования про то какой я себя вижу как специалист в своей профессиональной сфере как меня видят скажем так со стороны должности со стороны работодателей насколько человек умеет себя подать это и про резюме и про самопрезентацию да и про то как вы умеете анализировать например вакансии тут много много тоже тем и это тоже нужно понимать и четвертый уровень это уровень стратегии то есть это про то а какие условия подходят для моей самореализации в каких роли на ролях я могу дополнительно развивать свою экспертность и что конкретно делать да какие шаги должны быть в моей стратегии моего профессионального развития на ближайшее время хорошо давайте немножечко покажу на кейсах как это работает опять же это примеры примеры просто чтобы вы сейчас задумались например у нас есть педагог до педагог который готовит классные уроки и хочет выйти на дополнительный доход как здесь он развивается как эксперт с точки зрения профориентации на уровне личности он может ответить себе на вопрос какие сильные качества помогали мне достигать целей конкретно да ну например наш педагог очень хорошо объясняет материал сложный материал может объяснить простым языком более того на уровне профессионализма он например умеет хорошо писать тексты собирать систематизировать информацию оформлять презентации на уровне рынка здесь можно поисследовать а в каких ролях еще требуются эти навыки да и мы увидим что ролей там много и копирайтеры методисты дизайнер то есть мы накидываем гипотезы где могут эти навыки понадобятся на уровне стратегии мы отвечаем на вопрос как я могу монетизировать конкретно эти навыки выделяем допустим топ-5 сообществ где выкладываем вот эту информацию о себе о своих сильных сторонах четко формулируем результат который мы даем и берем заказы вот к вопросу о дополнительном доходе второй кейс который хотелось бы тоже рассмотреть например у нас есть родитель да родитель у которого школьнику нужно подобрать образовательную программу выбрать вуз и на уровне личности здесь какие мы вопросы могли бы задать и какие предметы мне даются легко какой у меня вид интеллекта что у меня лучше получается к чему я склонен через призму темперамента на уровне профессионализма понятно что у подростка еще пока нет профессионального опыта но в любом случае можно задать такие вопросы как а что мне нравится делать а кому я помогаю в каких процессах я люблю участвовать может быть управлять создавать там помогать людям чем я занимаюсь свободное время что мне нравится каких конкурсах я участвовал если меня какие-то достижения здесь тоже можно раскрыть на уровне рынка мы бы посмотрели на этот запрос какие у нас есть идеи кипотезы где это может быть понадобится если например ты участвовал в конкурсах или в каких-то олимпиадах или вообще проявлялся в обществе возможно есть профессии которые требуют такой открытости до взаимодействия с аудитории если у тебя тебе больше нравилось например исследовать да что-то конкретное делать тогда ищем другие профессии на уровне стратегии конкретно подбирается есть алгоритм подбора образовательной программы и выбора вуза и третий кейс тоже вам на подумать как это реализуется например вы профориентолог или специалист который чувствует что тема профориентации сейчас важна вам хотелось бы в ней развиваться да и например на уровне профессионализма вы хотите оптимизировать работу со своей аудиторией допустим со своими клиентами вы хотите выйти на больше доход давать им больше полезности как-то упаковать свои новые продукты или услуги да и на уровне личности вы можете задать вопрос а в какой роли я сейчас силен какие роли могут быть потенциально интересными для меня может быть это не знаю онлайн консультирование онлайн профориентолог да если вы работаете в школе кому-то хочется выйти в онлайн на уровне профессионализма мы можем собрать упаковать уже наработанный опыт в виде конкретных кейсов может быть описать методику работы с аудиторией и тоже из нее вытащить нужные смыслы для развития вашей экспертности на уровне рынка сделать анализ запросов посмотреть а кто еще работает в той же теме как и я сделать анализ коллег да или конкурентов как это говорят в бизнесе на уровне стратегии научиться формулировать результаты описание услуг и продуктов до правильное позиционирование делать и так далее то есть я привела вам но лишь несколько примеров как можно прогнать скажем так свою экспертность по четырем уровням понятно что в каждый уровень можно погружаться все глубже но что вам это дает вам это дает прежде всего знание себя до своего потенциала как можно как вы можете реализовываться в профессиональной сфере ну и дает конечно понимание как действовать конкретно вам как профессионалу да на открытом рынке и сейчас я вас приглашаю до к тому чтобы тему изучать глубже потому что это интересно уже очень много всего разных наработок материалов уже есть я чуть позже как раз расскажу вам топ-10 тем знания которых вас сильно поднимет как эксперта если вам тема профориентации и развитие экспертности важна и если вы хотите помогать людям до развивать свой потенциал становиться экспертами поэтому здесь мы смотрим как бы с двух ракурсов и в чем вам может это помочь и как вашей аудитории это может помочь поэтому записывайтесь есть анкета мы сейчас ведем такую предзапись чтобы понимать какие группы в дальнейшем формировать какие темы вам было бы интересно потому что я как методолог я все время что-то разрабатываю и могу быть для вас для ваших клиентов для вашей аудитории тоже полезно и мы можем здесь вы можете взять мой опыт мы можем обвиняться на какими-то идеями поэтому здорово если вы запишитесь я сейчас продублирую анкету в чат буду рада если вы поделитесь и с тем какие темы сегодняшнего вебинара вам были интересны тоже будет здорово а мы с вами идем дальше и я хочу представить так как я как методолог исследователь здесь выступала в теме профориентации у меня больше ста экспертов с которыми я сотрудничала работала конечно я выявляю те темы которые максимально дают рост то есть если вы знаете эти темы если вы их используете в своей работе это действительно очень сильно продвигает что это за топ 10 тем хотелось бы вам представить потому что это на подумать да вы здесь можете брать конкретную тему и в глубь уходить вы можете в принципе сейчас посмотреть обзор на какие темы нужны современному специалисту до профориентологу для того чтобы классно разбираться в теме развития себя как профессионала помогать нашей аудитории развиваться в профессионал ну скажем так профессиональных тех или иных областях поэтому я предлагаю сейчас это мое видение которое не просто субъективное а я эти темы вывела исходя из исследования аудитории исходя из проведенных интервью исходя из того что я нахожусь в сообществе профориентологов поэтому на ваш как говорит сосуд но в дальнейшем вы проголосуете да какая допустим тема для вас была бы интересна и можете об этом заявить в анкете и так какие темы рассматриваем я выделила два блока первый блок это те темы про современный мир про то как мы как профессионалы должны развиваться в этом современном мире что на нас влияет первая тема это все это анализ тенденции то есть какие тенденции нас влияют что такое в у кабани мир какие потребности есть у современных современной аудитории да как меняются там ценности поколения какие смыслы сейчас есть в профориентации современные смыслы которые действительно нам могут помочь с точки зрения профессионального развития также эта тема про научную законодательную базу развития себя как специалиста потому что есть профессиональные стандарты есть наука профориентология который тоже важно понимать потому что если мы развиваемся в этой теме да мы должны понимать как бы фундамент это крайне важно понимать какие идеи лежат в основе современной профориентации знаете нормативно-правовую базу и вообще в целом систему профориентации в россии ориентироваться в ней да потому что если например среди нас много педагогов то это крайне важно когда-либо вы с этим столкнетесь или уже сталкиваетесь кстати коллеги дайте обратную связь да в чате или огонечками вот насколько вы видите что эта тема актуальна да вот по десятибальной шкале и можете отметить насколько чувствуете что сейчас важно знать о современном мире при том что сейчас все очень такое нестабильное и вот мне показалось что в этой теме есть такие зоны стабильности которые действительно прям важно их знать важно на них ориентироваться важно понимать да и основу своей деятельности откуда многие растут а то к вам придут там родители например и а вы кто вот я кто как профориент вообще что это за профессия или я вот даю там какие-нибудь советы своим коллегам про то вот какую там профессию выбрать или какие тенденции а база то где если фундамент если доказательства если факты вот мне кажется когда четко знаешь вот эти темы ты действительно как эксперт владеешь этой информации спасибо большое за обратную связь дальше следующая тема это про то про современный взгляд на самореализацию как я вам говорила что такое призвание а вот такой поиск профессии помочь человеку определиться он хочет работать или все-таки работать трудиться по своему призванию до по душе определить какие-то свои мои мотивы видеть здесь тоже важно нам как специалистам рассказывать например о мифах какие мифы есть о работе почему все хотят только деньги зарабатывать да и это на самом деле про миф если подросток будет только из этого параметра принимает решение про своем профессиональном развитии это будет большая ошибка то есть здесь про те факторы которые влияют на осознанный выбор профессии как воспринимается понятие успеха современным профориентологом какие пути человек может выбрать есть такие интересные пути раба-рабовладельцы но это в современном контексте вот я как раз в уроке об этом подробнее рассказываю что важно знать о профессиональном самоопределении какие этапы проходят человек во своем становлении согласитесь и для нас как профессионалов это важно понимать а куда я дальше что пойду а где я сейчас нахожусь и сориентировать в этом тех с кем мы работаем ада какие концепции вообще есть здесь в плане профессионального роста но и второй блок тоже я его отдельно выделила выделил я его исходя из видения что люди просто про это не знают не знают про те уровни развития экспертности которые есть до которые я вижу наблюдаю мои коллеги видят и наблюдают как развиваются от специалиста там до гуру какие есть запросы на профориентацию вообще это кстати ваша прям область для монетизации если вы если вам нравится исследовать эту тему то вы можете увидеть познакомиться с каким вариантом запросов вообще люди приходят и вы можете найти те запросы которые вам интересны вы можете давать полезность людям до быть полезными в достижении ими результатов поэтому знание с какими запросами работает профориентация на мой взгляд крайне важно вот тоже тема такая например важная это про как устроена вообще современная экономика вот мы хотим выбрать профессию мы хотим дальше развиваться а какие сферы есть какие отрасли какие области виды профессиональной деятельности как они соотносят какие классификации тоже много вопросов я когда готовила материал по этой теме увидела что делал опрос увидел что люди просто не знаю даже профориентологи этого не знают поэтому как как отличить должность от профессии что такое трудовая функция чем отличается специальность специализации мало кто об этом знает и материал вот слава богу теперь есть в таком концентрированном виде у нас поэтому кому интересно записывайтесь вот в анкету вы действительно сможете с этим ознакомиться дальше например парадигмы построения карьеры вообще понятие карьеры что такое карьерный консультант насколько он нужен не нужен нам почему мы все бежим карьерному консультанту или надо всем бежать к профориентологу или вообще коучу то есть вот как вот эти все понятия взаимосвязаны какие стратегии бывают карьерных переходов типы карьер в общем много много всего и коллеги вот давайте тоже проголосуем вот интересно какой блок вас больше цепляет 1 про современный мир профориентацию в нем потребности стандарта или второй блок про рынок труда стратегии профессионального выбора как помочь анализировать профессию все все темы давайте посмотрим к кому что здесь откликнулось оба так второе здорово так хорошо второе вот рынок труда согласитесь пока побеждает потому что надо как-то как-то зарабатывать надо как-то развиваться как эксперта кем быть какая профессия мне подойдет это все туда согласно но первое кстати первый блок он тоже важен потому что чтобы принимать решение во втором блоке нужно понимать базу нужно понимать где-то сейчас вот эти смыслы которые в первом блоке формируются поэтому я их вот здесь во взаимосвязи вижу я не могу какую-то отдельную тему выделить иначе эта тема будет знаете на уровне посмотреть какое-то видео на ютубе вот для меня сейчас это очень комплексный взаимосвязанный такой анализ до который дает возможность каждому из нас погрузившись понимать все нужные фундаменты иметь все инструменты помогать и себе при построении карьеры и также тем людям с которым мы работаем со взрослыми подростками в школе или как частные специалисты спасибо большое за обратную связь что мы с вами увидели да мы сегодня узнали какие смыслы мы вкладываем в понятие экспертности и надеюсь что вы задумались о своих смыслах о внутреннем или внешних атрибутах до экспертности вы узнали характеристиках посмотрели что у меня сейчас есть что не хватает где и зоны роста мы с вами поисследовали два сценария развития экспертом до оценили свои профессиональные мотиваторы вы можете прям брать этот инструмент и внедрять у себя в работу узнали что есть четыре уровня на которых каждый из вас может вглубь простраивать себя как эксперта но при этом вы увидели что эти уровни они тоже взаимосвязаны то есть мы от уровня личности идем к уровню рынка да и так далее для чего для того чтобы видеть себя в перспективе потому что эксперт это не наша точка б вот мы пришли остановились и все нет это наш путь и в этом пути мы видим где нам надо через личностное развиваться где нужно проанализировать профессиональный опыт где нужно знать особенности рынка а где нужно там еще какие-то нюансы подсветить вот хорошо спасибо большое кто оставит контакты я вам пришлю еще топ 5 тем то есть мы сегодня с вами рассмотрели 10 ключевых тем которые в двух блоках на мой взгляд крайне важны для понимания до своей экспертности но есть еще пять тем которые бы я хотела с вами тоже поделиться и плюс есть определенные профессиональные материалы в зависимости от того что вы отметите какие темы вам интересны я бы тоже хотела с вами этим поделиться но и плюс год здорово если когда мы с вами встретимся в следующем году в начале следующего года да мы будем запускать обучающие продукты и здорово если вы присоединитесь потому что развитие себя как эксперта особенно в следующем году это прям на мой взгляд такое топовая тема да как как вы сами считаете насколько для вашей перспективы это будет вам полезно пожалуйста дайте огонечки кто видит для себя эту тему как действительно перспективно так спасибо вы можете присоединиться также к моему методическому телеграм-каналу в котором я тоже делюсь мыслями и разработки продуктов и в целом по развитию экспертности но теперь готова ответить на ваши вопросы да у нас с вами еще есть несколько минут давайте порассуждаем давайте посмотрим на эту тему с разных сторон так как мы затронули глубинные смыслы я думаю что может быть остались материалы спасибо большое за обратную связь я была рада что мы сегодня на такой горячей теме собрались вместе может быть у вас появились идеи по своему профессиональному развитию доставляйте контакты в анкете будет здорово если мы тоже пообщаемся пока вы готовите вопросы поделитесь пожалуйста кто среди нас есть вот помните в начале я говорила о трех сегментах да аудитории то есть профориентологи педагоги коучи подростки взрослые с подростками взрослые с детьми поделитесь пожалуйста кто вы что для себя забираете что интересно сейчас ссылку дам представьтесь пожалуйста какую вы профессию какое профессиональное направление вы представляете да что было бы интересно дальше развивать вам как эксперту пожалуйста поделитесь это будет здорово если прямо сейчас у вас возникают какие-то мысли на эту тему идеи может быть я что то вам подскажу пока вы здесь есть возможность у нас пообщаться так коллеги жду жду от вас обратной связи представьтесь пожалуйста какое направление и может быть есть вопрос так ссылку на телеграм прислала елена замечательно адвокат начинающий коуч елен правильно понимаю что вы как эксперт видите себя в развитии коучинга и есть еще что-то задавайте вопросы давайте немножко подискутируем у нас есть сейчас такая возможность обсудить эту тему непростую сейчас очень актуальную потому что все себя хотят видят экспертами но мало кто понимает что такое экспертность да поэтому я вас приглашаю здесь и сейчас в дискуссии немножко да несколько минут есть и записывайтесь в анкету потому что мы сможем с вами обсудить это уже конкретно на уровне инструментов на уровне шагов на уровне конкретных материалов да что брать для себя что брать в работе с своими клиентами это будет здорово если мы с вами будем в начале следующего года прям вместе работать на этой теме развивать вашу экспертность и с точки зрения работы со своей аудиторией с клиентами с точки зрения развития своих продуктов поэтому будет здорово замечательно кстати про научную деятельность тоже поделюсь вот допустим осенью ко мне приходил эксперт из научной сферы при этом мы работали надо написанием книги вот потому что я как методолог могу здесь тоже быть полезно и вот книга кстати говоря это в современном мире это атрибут развития личного бренда да книга статьи это все про уровень вашего профессионализма да и вот интересно что книга это тоже как продукт так спасибо как давайте какие-нибудь вопросы да книги в планах замечательно хорошо остались ли какие-то вопросы коллеги тогда благодарю за внимание буду рада с вами эту тему глубже обсудить уже вместе да в работе над конкретными вашими проектами продуктами поэтому не забывайте пожалуйста записывайтесь будьте вместе давайте не теряться вот и буду рада видеть вас в следующем году супер экспертами да с классными продуктами с классными брендами с замечательными упакованными упакованным опытом до вашей экспертизой неважно где вы работаете но экспертность она сейчас нужно всем только в правильных мне кажется ценностных смыслах вот я вам этого желаю и до встречи благодарю за внимание до встречи в следующем году на обучениях на наставничество в общем будем с вами работать вместе над вашей экспертности до встречи в следующем году в следующем году в следующем году в следующем году